Встреча мы также приурочили к юбилейному году столетия расстрела царской семьи. Ведь на самом деле для молодого человека, да и наверное для учителей истории и в целом для людей период столетней давности, который мы в эти годы вспоминаем, начиная с 2017 года, когда мы вспоминали первые жертвы новомучеников и исповедников, пострадавших за веру Христову на нашей с вами родине, в нашем с вами отечестве. В тот период гонения на церковь русскую и на верующих людей это остается неизведанным и тайным моментом жизни нашего народа. И мне бы искренне хотелось пожелать, чтобы сегодняшняя встреча, по сути дела в начале нового 2018 года, дало бы некое желание самостоятельно дать себе труд разобраться, а что же происходило действительно в эти страшные события столетней давности, вековой давности. И вот одним из таких событий является в 1918 году в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге расстрел царской семьи императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной. И дальше их дневники, как они общались, когда они расставались. Вот одна из выдержок этих писем здесь есть вот у нас на баннере. Это серия русской православной церкви, подготовленная баннером, так и называется, слова о любви. Вот вся их переписка... Я не знаю, нужно им это слово, когда такой красивый, хороший концерт идет. Ну, раз объявили, значит, я должен что-то сказать. Вот сейчас сказали, здесь День православной молодежи. Но это как бы подпраздник, это не самый основной, да? Самый главный сегодня праздник – это праздник Сретения, да? Вот знаете, что такое вообще праздник на самом деле? Праздник – это всегда какое-то событие. Вот сейчас это событие, это событие оставило какой-то след в нашем сердце, в нашей памяти, в нашей душе и в душе целого народа. И даже люди вспоминают через каждый год и радуются этим событием. Вот любой праздник объединяется в этом событии. У каждого, смотрите, вот у нас даже в светских праздниках, да, есть событие 9 мая, да? Мы все вспоминаем, и приходят, наверное, на этот праздник, и вся страна ликует, торжествует. Допустим, у нас есть у каждого свое событие, свой день рождения, например. И приходят мои друзья, они тоже вот рады, что я родился, и дают какие-то подарки мне. А их, соответственно, угощаем. Вот это событие. Что же событие Сретенье? Вообще, что такое Сретенье? Ну, да, здесь мне подсказывает встреча. Друзья, встреча, но не совсем. Вот я с вами встретился, тут же ушел, и вы меня прозабыли. Или, может, я про вас забыл? Сретенье не произошло. Не пришло кого-то самого главного проникновение друг в друга. Проникновение душ, проникновение взгляда. Вот вы помните, наверное, маленького принца Сан-Гребери, да, где Лис и маленький принц. Что говорит Лис? Ты приручи меня. А как это приручить? Ну вот приручи меня, да, и объясняйте, как это приручить. Я тебя буду ждать. Потом произошла встреча. И когда принца нету, Лис его ждет. Он только смоет на колосье пшеницы, золотые колосьи, и думает, что это сейчас маленький принц придет. Я буду волноваться. Я буду знать, когда ты придешься. Я буду за неделю, за две уже переживать и ожидать этой встречи. Понимаете, вот когда, тогда, давным-давно, более двух тысяч лет назад, старец Симеон, которому было обещано, что он не умрет до тех пор, пока он не встретит младенца Христа, а потому что он не совсем, он был переписан книг, переписывал книги. Ему показалось, что там вкралась ошибка, что, мол, Бог родится. Ну как Бог может родиться? Он хотел там что-то исправить. Его ангел останавливает и говорит, ты не умрешь до тех пор, пока не обнаружишь. Когда сам своими глазами, своими очами не встретишь младенца Христа. Ну здесь только радоваться, да? Ну я не умру, я буду жить сколько там, сто, двести, триста лет, да? Да еще потом младенца Христа увижу. Когда не тут-то было, староста приходят, да? А со староста приходят болезни, боли, да? Друзья уходят. Вот друзья, сэр Симеонов уже давно умерли. Друзья его детей уже умерли. Друзья его внуков, правнуков уже умерли. Уже нет, он один одинокий. И он ждет, знаете, он не просто ждет, он углубляет эту встречу. Он углубляет и надеется, что с ретеньем, проникновение, оно произойдет рано или поздно. Он молится об этом. Когда? Когда оно наступит? Наступает наконец-то этот день. Вот понимаете, это не просто событие. Ну подумаешь, вроде бы два человека встретились, маленький младенец, какой-то с речем встретились. Нет, это событие оставило огромный след в душах всех людей. И того времени, и в нашем времени, и на бурющие времена. Об этом помни до сих пор. И об этом радость ликуют. Вот такую бы встречу каждому из вас обрести. Вот такой бы встречи мечтать. Не внешней, не скоротечной, не усеченной какой-то, а именно глубокой встречи. Встречи, в первую очередь, с кем? В данном случае, с Богом. Встречи с чем? Непосредственно, с вечностью. Встречи с чем? Со светом. Встречи с чем? Наверное, с счастьем. Вы знаете, чтобы вы поняли, что такое встреча, что такое совместение, я вам скажу одну маленькую притчу. Как-то некая женщина, пожилая, стояла возле храма. И просила людей только одно. Только одно. Ну пожалуйста, только одно. Это было перед рождеством. Людям было некогда. В магазины, в храм надо бежать, домой тащить елку. Они бегали в окне, и никто на нее внимания не обращал. Встречи. Все ее видели, как встречали. Ну, ничем помущим, уже пробегает мимо. Наконец, один молодой человек, проходя мимо, уже прошел мимо этой женщины, и потом что-то его остановило. Он подошел к ней. Бабушка, а что вы хотите? Вот вам монеточку, денежку. Нет, мне денежка не нужна. А что же вам нужно? Вот, смотрите, вот здесь человек задумался, и вот здесь уже происходит сама встреча, самосредняя. Что же вам нужно? Одно. Слово. Ласковое. Ласковое слово. Он посмотрел в глаза этой старушки, взял ее руки, свои руки, увидел эти руки, и вспомнил свою бабушку, как бы он был хорошо с бабушкой. Когда она ему рассказывала сказки, когда она с ним молилась, когда его чем-то угощала, и он почувствовал, будто это его бабушка, будто он вновь с ней встретился. Он согрел эти ручки, поцеловал их, сказал, бабушка, милая, ты вернулась. Мы с вами вновь опять встретились, бабушка. И вот тут эта женщина расцвела. Слово проникло до глубины души. Она как будто новую жизнь обрела. Так же, думаю, и Симеон старец обрел новую жизнь, когда вселил молодец креста. Хотя он ушел в смерть, но и в смерть земную, а в жизнь вечную. Он ушел проповедовать о том, что пришел спаситель мира в этот мир. Друзья, вот все деньги я хотел бы вам пожелать. Во-первых, чтобы вас жила жизнь, чтобы вас клокотала жизнь. Быть очень четкими людьми. Не скупиться на добрые слова. Сматриваться в глаза своих родителей, своих друзей и отвечать на их нужду. В чем они нуждаются. И не просто отвечать, а действительно помогать. Так, чтобы облегчить. И тогда, уверяю вас, у вас произойдет глубинная встреча с чем-то вечным, с истинным светом, любовью, добром, а может даже и с Богом. И да вы будьте воистину счастливы. Помоги вам, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok